Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. 1. Капуста. В 2011 году мужчина был госпитализирован после передозировки брюссельской капустой на рождественском ужине. Пострадавший жил с искусственным сердцем и принимал антикоагулянты для нормальной работы миокарда. Как и большинство крестоцветных овощей, бруссельская капуста содержит большое количество витаминок, который способствует свертыванию крови. В результате такого сочетания антикоагулянты и витаминк, мужчина и оказался в критическом состоянии. К счастью, врачи спасли ситуацию. 2. Зубная паста. В начале 1990-х годов на этикетках зубной пасты почти всегда содержались предупреждения, не глотайте зубную пасту. Используйте не больше горошины при чистке. Однако никто не верил, что существует реальная опасность пострадать от передозировки зубной пастой. Дело в том, что фторит, входящий в состав большинства паст, довольно токсичен. Существуют реальные случаи, когда так называемая допустимая доза 5 мг фтора на 1 кг массы тела приводила к летальному исходу. 3. Соевый соус. В 2013 году 19-летний житель Вирджинии выпил 0,9 литра соевого соуса на спор и стал терять сознание. Друзья повезли несчастного в больницу, но к этому моменту парень уже был в коме. Необдуманный поступок спровоцировал гипернатриемию, состояние, при котором концентрация натрия в плазме сильно превышает норму. Врачам удалось спасти ситуацию и понизить уровень соли до нормального уровня за несколько часов. Однако парень провел в коме целых три дня и, наверное, усвоил главный урок, жизнь, штука очень хрупкая. 4. Чай. 56-летний житель Арканзаса имел необычную зависимость, мужчина выпивал очень много чая, примерно 16 литров в день. В результате любитель чаепитий был госпитализирован с тошнотой и болями в теле. Врачи диагностировали почечную недостаточность, вызванную передозировкой оксалатными компонентами, содержащимися в черном чае. Провести остаток жизни, ежедневно проходя через процедуру диализа, это практически приговор. 5. Тунец. Чрезмерное потребление тунца, как правило, чревато для беременных женщин и детей, но и другие подвержены риску, если переусердствовать в суше баре. Дело в том, что тунец накапливает ртуть. Первые признаки отравления – плохая координация и онемение пальцев, а также триморы проблемы со зрением. Долгосрочное отравление ртутью может влиять на функцию памяти и ухудшить процесс обучения. Тяжелые случаи могут привести к проблемам с почками и к летальному исходу. Многие слышали, что не стоит потреблять слишком много тунца, но не все знают, какова эта мера. Для человека весом 70 кг FDA рекомендуют потреблять не более 170 г тунца в неделю. 6. Противовоспалительная мазь может облегчить боль при растяжении мышц, но использование слишком больших объемов может привести к смертельным последствиям. В 2007 году Ариэль Ньюман умерла от передозировки метилсалицилатом, 17-летняя спортсменка регулярно использовала мазь после тренировок. Со временем концентрация метилсалицилата, входящего в состав лекарственного средства, достигла критического уровня в организме. 7. Мускатный орех. Его часто используют как специю для приготовления самых разных блюд. Мускатный орех содержит природное соединение, называемое меристицином, которое обладает галлюциногенными эффектами, при достаточных дозах, сходными с эффектом от ЛСД. В чистом виде меристицин – вещество токсическое, поэтому даже 5 г единовременного потребления такой специи могут вам навредить. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.